Девушки отдыхают 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 Да здравствует княгиня Анна Генриетта! Золотая рыба должна быть хорошо видна под водой. А что это, собственно, такое? Абстракция, господа, искусство будущего. Крохля, марш в ботум. Не волнуйся, да. Я не волнуюсь, я не волнуюсь. Ты в таком свете ничего не увидишь. А что это, собственно, такое? Абстракция, господа, искусство будущего. Не та, она должна быть золотая. Да знаю я. Ты только был. Кто-то прыгнул в воду. А так разве можно? Да. Да, ее нужно. Эй, все. Наконец-то княгиня. Вон, так... Продолжение следует... Эй, подожди! Остановись, это важно! Король Баклан, мы приносим тебе этот дар! Прошу, будь к нам милостив, открой нам все секреты! Месяц на небе сменился, а я ждал в своем владенье храбреца, что мне в дар принесет достойнейшие подношения! Ключик Продолжение следует... Ох ты! Испортил всю забаву! Кошмар! Это возмутительно. А вот леопард из далекой зерекании, дикий и кровавый пищник. Красота и грация никогда еще не принимали поле смертоносных. Великолепная песня. Какая грозная. Это олицетворенная угроза симметрии. Не огорчайся, великанчик. Что эти придурки понимают? Мяу! Что-то мне ссать захотелось. Ваша милость изволит? Не изволит. Мы действуем в интересах высшей важности. Потом я все объясню. Но ведь это против правил. Правила определяю я. Геральт, наконец-то. У меня ключик и одна подсказка. А у меня другая. Показывай. Кто это придумал? Первый слог мой в тепле. Скрыт второй у лисицы. А последний хранят все придворные лица. Теп от тепла. Ли от лисицы. А последний слог ца от слова лица. Получается... Теплица. Ты гений. В садах действительно есть теплицы. И дверь в одной из них закрывается на ключ. Такой, как этот, из рыбки. Ну тогда, теплицу? Ты здесь. Садись! Ааа! Что такое? Это еще что? Что такое? я здесь это случайно не твоя оставь себе если хочешь у меня уже новое я не знаю тебе не причинял тебе зла а ты зарубил бруксу с которой мы были близки теперь гонишься за мной зачем ты убил по крайней мере четырех невинных мне интересно а ты ты сколько невинных убил мы говорим не обо мне а тебе именно тебе значит тебя послали за мной да любопытно кто они такие какие еще они меня наняла княгиня ты убиваешь ее подданных значит все так просто я бы попросил передать княгине что осталось всего одна жертва но ты не сможешь ты а а и и и и и и и Продолжение следует... 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 Девятьсот шестьдесят четвертый год Это было триста лет назад Ривию, Лирию и Спаллу охватил ужас Пропадали женщины и дети Фрагменты их тел находили потом разбросанными по полям Лирийская зверюга, я читал об этом Она загрызла человек двести Говорят, ее убил простой бродяга каким-то освещенным кинжалом Ее убил Дэтлов Потом наткнулся на бродягу, спавшего в зарослях неподалеку И оставил тело бестия у его ног Так родилась легенда Как мило с его стороны Но зачем ты мне это рассказываешь? Чтобы ты понял Дэтлов не хладнокровный убийца Думаю, он ввязался в дряную историю Из которой не может выбраться Откуда такое предположение? Когда Вильгифорц расплавил меня Мои останки нашел Дэтлов Согласно нашему кодексу он мог меня даже не трогать А мог позаботиться обо мне Он выбрал второй путь Регенерировал меня, не щадя собственной крови Ты представляешь, что это означает для вампира? Вероятно, то же, что для человека Ты обязан ему жизнью Не только жизнью С тех пор мы братья по крови Нас соединяют узы Которые людям и не снились Поэтому я знаю Происходит что-то нехорошее У тебя всегда была чрезвычайно развитая эмпатия У каждого вампира есть своя уникальная способность Собственно, потому нас так трудно классифицировать У Дэтлофа сильнее всего развито чувство стаи Как следствие, Дэтлофу комфортнее в обществе низших вампиров Он сторонится людей И если уж он пришел к вам и начал убивать Что-то выбило его из колеи И чем его можно настолько выбить из колеи? Как бы это объяснить? Дэтлоф не понимает мира людей Ваших принципов, отношений в обществе В некотором смысле он наивен Не понимает ваших игр Не знает лжи и зависти Ты хочешь сказать, что он неприспособленный? Это может стать поводом для конфликтов Что произошло сейчас? Не знаю Но надеюсь это выяснить Я должен его найти Прежде чем он не разозлился еще сильнее И не залил весь баклер кровью Значит, у нас общая цель Как в старые добрые времена Не совсем Когда я его найду, сам знаешь Я знаю, что ты получил на него заказ Но ведь твоя задача остановить убийство Не обязательно его убивать, так? В принципе, да В таком случае давай его искать Надеюсь, я успею тебя убедить, что Дэтлоф не чудовище Ладно Но пока что многое против него Слышишь? Облава Рыцари пошли по моему следу Не хочу, чтобы меня здесь видели Я нашел пристанище на кладбище Мэр Ла Шес Приходи туда До встречи Ведьмак Мы гнали скакунов во весь опор И, боюсь, все равно опоздали Ну же, где бестия? Я как раз это выясняю И хотел тут осмотреться Придержи своих людей, пока они все не затоптали Господа, дайте ведьмаку работать Убийство Мильтона не должно остаться безнаказанным Девчонки КОНЕЦ Убийство Девчонки Мистер Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Поехали! Тяжко на службе с пустым брюхом. Субтитры создавал DimaTorzok